Восвятая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуском. Открытые акционерные товарыства Гомельской области по выниках минулого года показали больше высокую прибытковость. Новый дачный сезон и новые земельные пытания. В Гомельском районе вызначили 127 товарыства для ведения садоводництва. Строгий дресс-код и этикет. У Калинковичах прошел первый молодежный православный баль Туровской епархии. Голосы из минулого. Выстава раритетной гука записной техники открылась в Гомельском палацово-парковом ансамбле. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Чистый прибыток акционерных товарыства у Гомельской области в минулом году вырос на 36%. Как поведомила директор фонда Гомеля обломаемость Катярина Зянкевич, одночасово на 46% скратилась сумма чистых страт. По показчиках рентабельности властного капиталу и сукупной акционерной доходности, на лепших показчиках досягнули 10 предприемств. Среди них, например, «Спартак», «Гомельский белково-тлушчевый комбинат», «Мазырский ДСК» и «Коминтерн». У нашем регионе нема проблем с набытем земельных участков для жильевого будовництва и ведения садоводницкого товарыства. Только у Гомельском районе прозаукционным можно набыть участки у 127 товарыствах. Ситуацией подекавился Олег Синцеров. И аж 6-7 годов тому тут находились излучайно, хоть и не вельми уродливые палетки. Сегодня червоный маяк – одно из самых престижных мест для индивидуального жильевого будовництва. Правда, как скоростасом активностью проживания на природе, необходимо иметь отповедные сродки. Стоимость земельных участков в Красной маяке колеблется от 10 тысяч до 40 тысяч рублей. То есть достаточно дорогие участки. Для того, чтобы все граждане могли, скажем так, имели возможность приобрести эти земельные участки с аукционных торгов, мы также формируем участки в Романовичах. Там начальная стоимость у нас начинается от 50 тысяч рублей. Разум с ним шансы пободовать индивидуальное жилье выкористовываются не все. На Ваткали знаходятся сродки для набыття участков в Красной маяке. Их можно не хапить для дальнейших ободовництва. Это до речи тачатся и семьи узликов и льготных категорий. За два поздние годы только землеупорядковальная служба Гоменска ГАР в Канкама конфисковала больше 300 участков. Все лета эта работа будет протягнута. По закону на протягу первого года на участку необходимо пободовать хотя бы подмурок. За два наступных года дом под дах. По дворотному выпадку участок конфискует и снова выставит на аукцион. Уладальнику, зразумело, нечто компенсуюсь, але наврать вот такие подмурок каштой шмат. При наявности сродков без проблем сегодня можно набыть и участки для ведения садоводництва. Только в Гоменском районе вызначены 127 товариств, где земля реализуется просто аукцион. На сегодняшний день у их продаде на поколь только 22 участки. Прикладный кошт одной сотки 670 рублев. Середний по миру участка от 10 до 15 соток. Положительным фактором является месторасположение данных участков. Данные участки находятся вблизи леса, водоема и недалеко от города. У земли упорядкованных службах заповнивают, зараз дефицит у земельных участков нема. До речи, жильёвое и садоводницкое будовництва для державы мая и иншые плюсы. По-перше, больше великий попыт на будовничные материалы, что активизует работу от поведенных предприемств, а по-другое, повышение занятостей непосредственно самих будовников. Олег Синчеров, Евгений Матейенко, телерадокомпадия «Комик». Областный Батьковский сход. Сегодня у телевизийном эфире. Гостями студии ток-шоу «Головная тема» стали представники батьковских комитетов «Усех без выключения районов в области». Разом со специалистами сферы эдукации, они примали уделу обмеркованні проблем профессийной ориентации молодзи. Особное питание – конкурентоздольность на рынку працы рабочих специальностей. Глядите программу сёня у 19.20 на телеканале «Беларусь 4». Строгий дресс-код и этикет. Поланез, полька, французский, русский и наватырландский вальс. У Калинковичах прайшоу перший молодежный православный баль Туровской епархии. Подрихтовка до его почалася задолго до проведения. Каб освоить классичные танцы, удельники некальки месяца убрали уроки. Усяго у святе приняли удел прикладно 30 пар. Дареча, организаторы мероприемства упевнены. У Туровской епархии зараджается новая традиция. Подрабязнасті у наступным сюжеті. У рачистым поланезам, строга и сгустам, яны открываюць першы православный баль Туровской епархии. И нехай гэта стены спортзалы, а не палаца, отказнасті у юнаков и девчат не меньш. Бо проведение балю – свята, на яким усе, павінна быть выдатна. Подрихтовка до яго не обмяжовывалася адными толькі танцами. Абавязковый пункт – вывучэння бальнага этикету. А яшчэ – новая знайомствы, каб разам далучацца до прыгожыга. Каждая выходная проходила репетиция по 2-3 часа. За время репетиции ребята очень сдружились. Каждая пара брали с разных школ. Все начали, ну, как-то вместе общались, как-то дружны, стали работать дружны. Сиротах лідачоу – процтовніки духовенства, улады, батьки, а так само молодші – браты і сёстры. Яны пакуль яшчы у балі не удзільничаюць, али атмосферой проникліся. Все очень красивые, нарядные. А ещё будь балерные танцы. У балі удзільничала прикладна 30 пар. Гэта вучні калінкавецких школы – студэнты Мазырска га педуниверситета. Але долучыцца до класічных танців организаторы пропановували усім жадаючым. У перапынках поміж вальсам і мазуркай проводзіле майстер-класы. Это всё то, что поспособствует воспитанию, культурному воспитанию нашей молодёжи. А когда наша молодёжь будет воспитана, то будет и общество воспитано, потому что они совершенствуются, они возрастают. После себя они оставляют более молодое поколение, которым, надеемся, они тоже будут передавать всё светлое, доброе, чистое. Православный балю Туровской гепархии вырошили зарабить, что годовым, бо мінавіта таке мероприемства буджаюць у душах молодых людей лепшые почутцы и накеровываюць до пошуку саправдной духовной пригажості. В Ольга Халадович, Олеса Рудзянкова, телерадиокампания «Гомель» припатрымцы АТН Скалинкавичаў. Темчасам у «Гомелі» таксама звернуліся до традиции минулога. Экспозиция раритета у гукозаписной техніки открылася у Палацу Румянцевых и Паскевичаў. Фонографы, грамофоны и патефоны конца 19-го, початку 20-го стагодзя знаходяться у приватной колекции Игара Борисевича. Яна, до речи, з'являцца найбуйнейшей Украине. На выставе у «Гомелі» можна убачыць коля 70 экспонатов. Самая рання фонографы Томаса Эдысана 1898-го и 1900-го году выпуску. Самая великие экземпляры – концертные грамофоны, які ставили на паркет у бальных залах. Самый маленький – портативный кишэнный грамофон. Экспонаты знаходяться у рабочым стане и наведвальники змогуть почуть гуки и голосы минулой эпохи. Мне нужно было купить подарок, хотелось сделать оригинальный подарок. Я дошел в антикварный магазин и вот увидел портативный такой небольшой чемоданчик, он и был исправный. Я его приобрел, принес домой, всеми имейным это все понравилось. Я его, естественно, подарил, но увлекся, стал читать в интернете, стал искать, стал ходить на пашинные рынки, стал разбирать их, ремонтировать. И так постепенно оно все и прирастало. Сегодня означается «Сусветный день» Аховы Новокольного Осеродзя. С этой нагоды в Гомельском палацево-парковом ансамбле отбылась экологичная акция «Выратуем планету». Все леташтогадовое мероприемство собрало около 250 детей, выхованцев оздоровленческих лагерей. Инициаторы мероприемства, активисты громадского объединения «Аздема» провели для них конкурсы и викторины. У гольнявой формы школьники доведалися шмат нового про экологию и ахову природы, отримали информационные буклеты и сувениры. Кроме того, юные артисты Центра творчества детей и молодых выполняли песни и танцевальные номеры на экологичную тематику. Это для того, чтобы дети поняли, что окружающая среда дана нам для нашей жизни. И чтобы они могли ее как-то беречь, понимать осознанно, могли бы дружественно относиться к природе, к окружающей среде. Туман из пякота и на вольницы. На двор я на гытым тыдни не будя одрозниваться постоянством. Ближайшие сутки относно спокойные. Пираменная в облачность безыстотных опадков. У ночи и ранницы махчимы слабый туман. Середняя ночная температура в складе плюс 11. У день чекается до плюс 25. Дожжи пройдуть на территорию регионов Сираду. У особных районах пройдуть на вольницы с порывами ветру до 14 метров за секунду. При этом дионная температура поветра досягнет 27-29 градусов. У четверг будет меньше спякотно, до плюс 24. А вот дождливый характер на двор я захаваецца. У пятницу шыкается перапынок на опадки. Али у выходные даже знову одновятся. У субботу и неделю у ночи прогнозуется от плюс 9 до плюс 15. У день поветра прогреется до 23 градусов тепла. Гэты, а так сама инши новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tevergomil.by. Далее у эфиры спортивный агляд. З новинами спорту вас познайомить мой коллега Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин